Итак, мы продолжаем изучение манускрипта Войнича. И, как вы помните, в прошлой серии речь шла об переводе 14 строк на странице 70 манускрипта Войнича. Но прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы сказать о том, что практически в каждой серии минут по 5-7 информации вырезается, которая дается по тому или иному вопросу. Вот, например, в серии номер 14 было очень много удалено информации об сочетании АВ, о котором частично рассказывалось в 14 серии. Но любая скомканная информация никогда не дает объемного понимания происходящего. Поэтому мне хотелось бы остановиться еще раз, то есть, скорее всего, продолжить, немного рассказать о сочетании АВ. Итак, сочетание АВ. Помимо основного смысла глагола иметь, данное сочетание имеет смысл предлога через, из, глагола, выходить из, проходить сквозь и так далее. И сейчас мне бы хотелось дать несколько интересных примеров. Итак, во-первых, помимо глагола, сочетание АВ имеет также значение слова «длина». Вот, пожалуйста, на экране изображение корневой системы растения, которое имеет название АВ-АВ. И в переводе с языка манускрипта Бойнича обозначает «шило», то есть «острый», очень «острый». И поэтому сочетание АВ-АВ в данной ситуации можно перевести как «шило». Но, если мы будем рассматривать отдельное сочетание АВ, то оно обозначает слово «длина». Двойное сочетание АВ-АВ, написанное вместе, обозначает «острое». Теперь разберем сочетание АВ-САЛ. САЛ – это покров, кожа. Отсюда сохранившееся в русском языке выражение «сальные железы». И такое сочетание АВ-САЛ в языке манускрипта Бойнича можно перевести как «через кожу». И здесь сочетание АВ выступает как предлог «через». Если же сочетание АВ и сочетание САЛ написать вместе, АВ-САЛ, то получается слово ПОРА. А вот если написать так, АВ-АВ-САЛ, то есть перевести на русский язык, то получится иметь ПОРУ. И в данном случае подразумевается уже смысл, что на каком-то кожном покрове имеется какое-то микроскопическое отверстие, которое можно назвать ПОРА. А вот еще одно интересное сочетание, но только теперь уже на русском языке. Например, как можно назвать человека, который имеет хорошие деяния? Вот смотрите внимательно. Человек имеет хорошие деяния. И если мы посмотрим, как это можно написать с точки зрения древнерусского языка, то у нас получится вот такое вот интересное сочетание. АВ-ДЕЯ. Или в простонародье АВ-ДЕЙ. Мужское имя. Русское древнее мужское имя. АВ-ДЕЙ. Предположим, если мы рассмотрим деяния человека, который очень хорошо лечит людей. Допустим, человек имеет дар целительства. Как это будет звучать на древнерусском языке? АВ-ДЕЙ. Ну да, имя знаменитого средневекового целителя. АВ-АЛИ ХУСЕЙН ИБН АБДАЛЛАХ ИБН СИНА. Обращаю ваше внимание, что это имя человека. А прозвище, которое он получил в народе, было такое. АВИ-ЦЕННА. То есть, человек имеет дар целительства. Поэтому здесь мы встречаем то самое интересное сочетание АВ, которое мы с вами уже рассматриваем в течение некоторого времени. И что интересно, оно имеет точно такое же значение, как и в языке манускриптовойнича, то и в других языках. А конкретно в древнерусском языке. Поэтому многозначительность сочетания АВ в языке манускриптовойнича нужно определять в зависимости от словосочетаний и места в предложении. И в связи с этим, мне хотелось бы привести вам еще очень интересные слова. Пример очень интересных слов. Это русское слово АВОСЬ. Которое вы все прекрасно знаете. И наше русское выражение надеется на АВОСЬ. Но, к сожалению, многие, наверное, и не знают, что же на самом деле обозначает данное слово АВОСЬ. Вот смотрите. На что же все-таки надеется русский человек, когда говорит «Надеюсь на АВОСЬ». И если перевести это сочетание с древнерусского языка на современный язык, то это будет выглядеть следующим образом. Наш русский человек надеется на ПРОВЕДЕНИЕ. То есть, на то внутреннее состояние его души и состояние его сознания, которое сможет вывести данного человека из какой-то затруднительной ситуации. И при переводе с древнего русского языка на современный язык, вот сочетание АВ, что же оно на самом деле обозначает? Если мы разделим слово ПРОВЕДЕНИЕ на две части, первое сочетание у нас будет ПРО, а второе – ВЕДЕНИЕ или ВЕДЕНЬЕ. То есть, когда тебя внутренний голос какой-то ведет куда-то для того, чтобы ты достиг лучшего состояния. Или вышел из затруднительной ситуации. И при переводе уже на современный русский язык, сочетание АВ имеет перевод как сочетание ПРО. Но что такое ПРО? И в принципе логично мы ничего здесь не можем понять. Но это сочетание ПРО можно перевести следующим образом. То есть, человек имеет внутреннее состояние сознания, чтобы оно его вывело к наилучшему результату. Вот именно таким образом переводится слово АВОСЬ. То есть, ПРОВЕДЕНИЕ. Чтобы вам было понятно, почему именно такой пример я привел, мне бы хотелось привести и следующий пример. Вот, допустим, слово, которое написано, сочетание слов, которое написано на языке манускрипта Войнича. АВ, ТО, РА. Как мы можем разобрать это сочетание? Если мы будем переводить напрямую, допустим, то АВ – это иметь, ТО, РА – светлость. То есть, состояние такое светлости, иметь состояние светлости. Или иметь состояние ясности в каком-либо вопросе. А теперь давайте зададим себе вопрос очень простой. Какой человек может нам донести какой-либо текст или мысль в состоянии ясности? И вот тут уже ничего переводить, в принципе, и не надо. Нужно просто соединить все эти сочетания вместе. АВ, ТО, РА. И у нас получится современное русское слово, которое есть в русском языке. Это слово АВ, ТОР. То есть, кого мы просим, чтобы он нам донес какой-либо текст или написал какой-то текст? Мы, конечно, просим автора. Вот таким образом. Если вы внимательно следили за моим рассказом, можно найти в любом языке, в том числе в языке манускрипта Войнича, объяснение некоторым интересным сочетаниям, которые встречаются в данном языке.